Так-так-так, телефоны Huawei уже не те, но они мне в свое время нравились, я хотел ими пользоваться. Что же есть сейчас на замену? Samsung? Нет. OnePlus? Нет. Apple? Тоже не стоит. Но есть же ведь Honor. Возможно, у Honor есть хорошие модели. Точно, они поддерживают сервисы Google. Но что же есть из новинок у этого бренда? Honor 50. Наверное, первый смартфон за последнее время, который является полноценным преемником тех самых Huawei, которые мы в свое время очень любили. Но у него есть сервисы Google. Если интересно мое мнение, покупать или нет этот телефон, я считаю, что покупать. Если интересны подробности или хотите убедиться в обратном, смотрим дальше. Внешний вид этого смартфона очень необычный. Когда смотришь на него, просто не понимаешь, что вообще происходит. Перед тобой какое-то просто буйство слоев краски. И на самом деле это смотрится очень необычно. Да, нас уже пытались удивить другие производители какими-то своими решениями. И даже сама Honor постоянно предлагала что-то необычное. Но здесь это просто где-то за гранью. И когда включаешь этот телефон, понимаешь, что так и надо. Потому что обои сделаны под стать задней стенки. Относительно общего первого впечатления от этого устройства, можно сказать, что это практически премиальный продукт. Стоит он не так дорого, но при этом сделан из очень качественных материалов. Это не какой-то непонятный пластик задней панели. Это полноценное стекло. Здесь все классно. Берешь в руку и прям ощущается мощь. Из каких-то претензий, которые можно сразу назвать на первый взгляд, я бы, наверное, отметил камеру. Она все-таки великовата. Можно было сделать ее чуть поменьше. Но, наверное, это был бы уже более дорогой смартфон. Еще можно заметить то, что нижняя рамка чуть больше, чем верхняя. И это поначалу бросается в глаза, но где-то через день на это вообще перестаешь обращать внимание. И это при том, что я обычно всегда обращаю внимание на такие мелочи. В остальном претензий нет. Все очень четко. Боковые рамки, естественно, не видны, потому что экран со скруглениями. На экран наклеена пленка, которую можно не срывать. Я около 2-3 недель пользовался телефоном с этой пленкой. И на нем практически не появился царапин. А если вам нужен чехол, то сразу после покупки вам не придется его искать, потому что он есть в комплекте, он красивый и он не закрывает все дизайнерские решения. Кроме чехла, в комплекте есть быстрая зарядка на 66 Ватт с проводом. Она позволяет за 30 минут зарядить этот телефон на 75% и на 100% зарядить его за 45 минут. Результаты получаются близкими к этим значениям. Я проверял, у меня получалось действительно примерно так. Примерно за 20-25 минут я мог его зарядить так, что мне его хватало практически на день. Но об автономности я расскажу чуть позже. Еще из минусов могу отметить виброзвонок и виброотклик этого телефона. Они очень посредственные, о них даже не хочется говорить. Они просто есть и все. И они, наверное, даже хуже, чем у многих более дешевых телефонов. Вот здесь Honor точно стоило бы прибавить. Зато не поскупили здесь на частоту обновления экрана. Здесь есть полноценные 120 Гц, которые можно принудительно переключить в 60 Гц или выбрать автоматический режим, который будет менять ее в зависимости от потребляемого контента и условий использования. Лично я выбрал автоматический. Разрешение экрана составляет 2340 на 1080 пикселей. Но есть функция, которая также позволяет менять его динамически. И что касается самого экрана, его можно менять полностью, как было раньше. То есть можно не только сделать его чуть теплее или чуть холоднее. Можно задать оттенок, который вам нравится. Более розовый, более зеленый, более желтый, более синий. Любой. Вы просто выбираете по палитре тот цвет и смещение в ту сторону спектра, которая вам ближе. И так и будет работать экран. Других настроек тоже много. Например, как и в других телефонах Huawei, можно скрыть вот эту камеру. Появится черная полоска, в которой будет отображаться информация. Да, внешне это будет выглядеть так, как будто просто верхняя рамка стала очень большой. А учитывая размер этой камеры, она действительно будет большой. Но зато вот это большое отверстие в экране, которое многим не нравится, не будет бросаться в глаза. И оно будет по-настоящему скрыто. И если цвет и оттенок экрана не сильно будут влиять на автономность, то вот те самые 120 Гц могут на нее повлиять. Поэтому, если вы переживаете и думаете, что этот телефон будет работать очень мало, выбирайте или авто, или 60 Гц. Здесь установлена батарея на 4300 мАч. Мне ее хватало примерно на полтора дня. Но удивляет то, что здесь именно 4300. Да, есть телефоны больше, и эта цифра на самом деле по рынку не так уж и впечатляет. Но когда берешь этот телефон в руки, он очень тонкий и очень легкий. И ты понимаешь, что для этого 4300 действительно классно. Из других характеристик стоит отметить, что здесь 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти нерасширяемой. Лоток вмещает только две сим-карты, карту памяти туда вставить нельзя. Поэтому, наверное, даже хорошо, что этот телефон не поддерживает съемку в 4К 60 фпс. Потому что память забилась бы просто моментально. Процессор здесь установлен в Snapdragon 778G. Это средний процессор, чуть ближе к максимальному, поэтому рассчитывать на его суперпроизводительность не стоит. В обычном меню, в обычном использовании, фото, видео, браузере, все работает очень быстро, четко нареканий вообще нет. Но если вы захотите поиграть на него в какие-то игры, то рассчитывать на суперчастоту кадров, наверное, не стоит. Особых претензий нет. Но все равно, если вы будете играть Genshin Impact на максимальных настройках или Call of Duty на максималках, то вы заметите разницу, особенно если вы требовательный геймер. Лично я не стал бы рекомендовать это устройство как устройство для игр. Потому что вообще Honor и Huawei никогда особо не были про игры. Хотя вынужденный отказ от процессоров Kirin в пользу процессоров Snapdragon сделал ситуацию немного лучше. Но все равно это процессор среднего уровня. И относитесь к нему как к процессору среднего уровня. Еще раз долго и основательно рассказывать об экране, наверное, не стоит. Вот здесь указаны характеристики, которые я уже упоминал. А вот здесь те, которые еще не называл. И этого более чем достаточно, чтобы рассказать об этом экране. В остальном, обычный средний экран, высокого уровня, хорошо показывает, особых нареканий к нему нет, пикселей не видно, поэтому претензий к нему нет и поехали дальше. Чего-то выдающегося нельзя сказать и про фронтальную камеру. Она неплохо размыливает фон, но в остальном это обычная камера. Просто хорошие фотографии, не более того. Куда интереснее основная камера. Кроме вот этого внешнего вида, который около года применяется в смартфонах Huawei и Honor последних моделей, она еще предлагает разрешение 108 мегапикселей. Не думаю, что это самая полезная функция, и я всегда выступал за меньшие разрешения и большие размеры сенсоров. Но что есть, то есть. И, кстати, использовать это разрешение на постоянной основе я бы не рекомендовал, потому что снимки занимают до 20 мегабайт. И при таком небольшом объеме памяти постоянно снимать и занимать память такими снимками, наверное, все-таки несколько расточительно. Зато здесь есть очень крутой ночной режим. Он снимает действительно неплохо, практически не ошибается, цветовая передача хорошая, но есть он только на основном модуле. На ширике его нет. Зато ширик не вносит существенных геометрических искажений. Фотография обрабатывается хорошо, но все равно есть ощущение, что на нем очень сильно сэкономили. Можно было сделать более качественный ширик, и фотографии были бы лучше. Впрочем, если научиться им пользоваться и немного приноровиться, можно получать достаточно неплохие фотографии. Но ночной съемки на нем нет. А вот что максимально бесполезно, так это функция макро. Камера макро здесь всего на 2 мегапикселя, поэтому это просто функция ради функции. Либо ради того, чтобы добавить дополнительный модуль, либо ради того, чтобы сказать, что мы умеем снимать макро. Китайцы это любят, поэтому в этом телефоне без этого не обошлось. То, что 4К 60 фпс здесь не поддерживается, я уже говорил. Максимум 4К 30 фпс. Зато 1080 можно снимать в двух вариантах. Либо 21 к 9, либо, что более логично, 16 к 9. Собственно, и сам телефон рекомендует это, говоря о том, что лучше снимать 16 к 9. Также не получится делать супер замедленное видео на этот телефон, но снимать обычный Full HD в 60 кадров в секунду, наверное, золотая середина, и нужно пользоваться этим режимом. Других режимов здесь тоже много, в частности, тот, который компания очень сильно продвигает. Это мультивидео, когда вы можете снимать себя и кого-то, или кого-то на две камеры. То есть, в общем, компоновать в две картинки, которые одновременно у вас будут на экране, изображение с двух камер. Либо двух основных, либо одно из основных и фронтальные. Там есть несколько вариантов, есть в чем поковыряться. Допустим, вы можете снять какое-то событие и себя. Не знаю, зачем это надо, но, может быть, блогерам это понравится. Самым главным плюсом этого телефона является то, что в нем есть Google. Как я и начал в самом начале этого видео, то, что это, по сути, тот Huawei, который мы любили, Huawei и Honor тех времен, но свернувшимся на него Google. Вот это действительно то и есть. Здесь есть Google Play, здесь есть оплата картами через Google Pay, здесь есть поддержка остальных сервисов Google. В общем, все на месте, все работает, никаких ограничений нет. Ну а теперь я, наверное, подытожу те минусы, которые есть в этом телефоне. Потому что о том, что я бы купил этот телефон и рекомендовал бы его купить, я уже говорил. Но попробую вас переубедить, возможно, у вас будет обратное мнение. К первому минусу я отнесу камеру, которая слишком большая в этом телефоне. Мне кажется, можно было сделать ее меньше. Небольшая асимметрия экрана, то есть более толстая нижняя рамка, это тоже в некотором роде минус. Второй минус, это то, что здесь сэкономили на ширике и зачем-то вкорячили сюда макрообъектив, который здесь вообще не нужен. И еще один минус, который я раньше очень сильно недооценивал, но в последнее время стал все больше обращать на него внимание, это отсутствие стереодинамиков. Здесь только один динамик снизу. Если вы будете играть в какие-нибудь игры или смотреть видео, вы будете постоянно закрывать его рукой. И это очень сильно напрягает. Особенно, когда перехватываешь телефон, и звук становится то громче, то тише, то громче, то тише. Противно просто это слушать. И, в общем, здесь не хватает второго динамика. В остальном, это отличный телефон. Хороший экран, достаточная для нормальной работы производительность, хорошая камера, неплохая фронталка, отличные материалы корпуса. Это его плюсы. Покупать или нет, решать вам. Своё мнение я уже озвучивал. Мне кажется, это хороший телефон. Особенно за те деньги, которых он стоит. Лично я рад, что компания в свое время отделилась от Huawei, и это привело к тому, что она смогла предложить телефоны на Magic UI, выпустить уже несколько моделей с полной поддержкой сервиса в Google. Конечно, здесь наследие Huawei чувствуется, и понятно, что в этой ситуации, возможно, не все так чисто, потому что как-то очень схожи эти телефоны. Но это уже отдельная история, тема для отдельного видео. Возможно, об этом мы поговорим чуть позже. Если я на какие-то вопросы не ответил, задавайте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. А пока подписывайтесь на канал, там внизу будет кнопка, вам не сложно на нее нажать, а нам приятно. А заодно, вы так не пропустите наши новые видео, которые у нас выходят каждую неделю. За этот гаджет и другие предоставленные для обзоров благодарим магазин XCOM SHOP, там можно найти самые интересные продукты по самым привлекательным ценам. До новых встреч, скоро увидимся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»